Здравствуйте, с вами новость активизма команды Активатики. 5 апреля состоялось грандиозное событие, которое я считаю важнейшей победой гражданского общества. Итак, 5 апреля Петрозаводский суд постановил, что Юрий Дмитриев невиновен. И 9 лет, который запрашивал для него прокурор, 9 лет тюрьмы за якобы хранение и распространение детской порнографии. Вот оказывается, все это была клевета, и Юрий оказывается на свободе. Честное слово, если бы не гражданская компания, если бы не митинги-пикеты, сбор подписей, если бы не десятки людей, которые приезжали из разных регионов поддержать Юрия в суде, вот я вас уверяю, ничего бы этого не было. И на самом деле, право оказались те, кто делал, право оказались те, кто верил, что даже вот в этой людоедской системе, которая, как вы знаете, если она зажимает зубы, и человек оказывается в российской тюрьме, то уже невозможно практически его вытащить. Вот оказывается, что можно. И совершенно не правы те, кто говорит, что ничего сделать нельзя, кто говорит, что все это бесполезно, ничего вы не добьетесь. Вот на самом деле не бесполезно, а те, кто так говорит, они на самом деле просто маскируют свое нежелание шевелиться. Если мы будем говорить про дело Юрия Дмитриева, то тут важно еще рассказать, почему это дело было так важно для режима. Дело в том, что Юрий Дмитриев, он сотрудник мемориала. А что такое мемориал? Как мы знаем, это некоммерческая организация. В условиях, когда путинский режим уничтожил все государственные институции, у нас нет нормальных судов, у нас нет нормальной полиции, прокуратуры, ни одно министерство нормально не работает, как это происходит в цивилизованных странах, люди оказываются совершенно беззащитны в условиях, когда им надо отставить свои гражданские права. И тут им на помощь всегда приходили НКО, некоммерческие организации, независимые структуры, которые помогали людям и которые не зависели от путинского режима. Власть это совершенно не устраивала, и поэтому они начали кампанию против НКО. Был принят закон по иностранным агентам, но этого оказалось мало, и поэтому развернули пропагандистскую кампанию травли НКО. И большую роль в освобождении Юрия Дмитриева сыграли журналисты, честные, независимые журналисты, естественно, а не всякие пропагандисты. И, на мой взгляд, вот такую ключевую роль сыграла статья, совершенно фантастическая, очень сильная статья Шуры Буртина, которая называлась «Дело Хаттабыча». В этой статье Шуре удалось показать Дмитриева как личность, как человека, и очень каким-то понятным и проникновенным языком рассказать реально про его деятельность. И вот эта статья, она, мне кажется, привлекла очень многих людей на сторону именно Дмитриева. Она развеяла вот этот вот пропагандистский ложный ядовитый туман в головах у людей. И мне кажется, что во многом она сыграла вот такую вот роль борьбы с пропагандой. И это вот важно, потому что на самом деле, мне кажется, основная задача сейчас независимых медиа это именно поддержка активистов, и это их последняя надежда, потому что ни на прокуратуру, ни на суды, ни на полицию, ни на что больше активист рассчитывать не может. И общественный деятель, такой как Дмитриев. И вот единственная наша защита – это рупор, и это журналисты. Почему так ополчился режим на Дмитриева? Когда я рассуждала про это, то я вот что поняла. Дело в том, что Дмитриев на самом деле своей деятельностью, а я напомню, что он занимался раскопками, и он занимался перезахоронением людей, которые были расстреляны, уничтожены чекистами-КГБшниками. И вот эта деятельность, она, по сути, десакрализировала ту самую организацию, очень влиятельную, к сожалению, и карательную организацию, с которой у нас ассоциируется сейчас президент России. И вот этого власть простить Дмитриеву не могла, потому что Дмитриев не только восстанавливал историческую правду, и не только показывал, что на самом деле все эти разговоры про скрепы, все эти разговоры про то, что мы потеряли якобы великую страну в геополитической катастрофе, на самом деле он показал, что вот эта великая страна, она занималась, по сути, геноцидом невинных людей, уничтожала их миллионами. И он это показывает сейчас, вот в то время, когда эти разговоры совершенно непопулярны у власти. Еще что важное делает Юрий Дмитриев, дело в том, что он не просто историк, он общественный деятель, и он объединяет людей, он обращается к нам, к потомкам тех, чьи родственники расстреляны, он обращается к диаспорам, и он заставляет людей объединяться для восстановления исторической справедливости и исторической памяти. А вот это уже для нашей нынешней власти опасно. В последнее время гражданская активность заметна в регионах. Например, во Владивостоке люди начали бороться с проблемой мусора, которая, как вы видите, актуальна не только для Москвы и Московской области, но, оказывается, и для Владивостока тоже. Итак, во Владивостоке власти решили решить мусорную проблему с помощью мусоросжигательного завода. Но этот мусоросжигательный завод не решает мусорную проблему, а он только усугубляет экологическую ситуацию в городе. Почему? А потому что решать эту проблему начали неправильно. Раздельного сбора не сделали. И в результате 80% городского мусора вот так вот все вместе в навал загружается в этот завод и сжигают, включая батарейки, включая то, что сжигать вообще нельзя, включая грязный пластик. Все это дымит, воняет, и на самом деле жить рядом с этим заводом совершенно невозможно. Люди в четырех районах, которые прилегают к этому мусоросжигательному заводу, мучаются со страшной силой. И вот три года назад народ во Владивостоке решил объединиться и вообще закрыть этот завод. Чего только они не делали. Они устраивали митинги, они писали всевозможные письма, они жаловались. Ответ был такой. Или у нас все нормально, все хорошо, или какие-то небольшие, незначительные административные штрафы. Но что решил один из активистов, Сергей Мальвит, который живет поблизости от этого мусоросжигательного завода и, естественно, хочет защитить родной Владивосток от него. Он пошел нестандартным путем. Он решил попасть на пресс-конференцию к Путину, зарегистрировался от независимого СМИ и, как ни странно, получил приглашение. Пришел на пресс-конференцию и дальше ждал три с половиной часа, чтобы ему дали слово выступить. Но никто ему этого слова не давал, то есть он там просто сидел для красоты, получается. Позвали, а слово не дают. Но Сергея спас оперный голос. Дело в том, что Сергей поет на военном ансамбле, и у него такой красивый громкий голос. Уже в конце конференции во все горло закричал «Обратите внимание на любимый Владивосток!» Ну вот после этого красивого выступления Сергея на Владивосток обратили внимание, обратили внимание на МСЗ, на мусоросжигательный завод. На заводе начались проверки. И сразу, сразу были выявлены нарушения. Оказывается, все, что говорили представители завода, что у нас все в порядке, это оказалось вовсе не в порядке. Правда, проблема с дымом до сих пор не решена, к сожалению. Потому что дым продолжает идти, но жители Владивостока не оставляют надежды. Они считают, что они могут закрыть этот завод, они полны вообще желания это сделать. Почему? Потому что многие проблемы в городе, такие, как вырубка деревьев или точечная застройка, им уже удалось решить. Я думаю, у них хорошие шансы победить вот этот неправильный МСЗ. А в Бурятии проблему с мусором решают по-другому. В селе Петропаловка Джидинского района Бурятии два года назад по инициативе местного предпринимателя Артема Беломестного заработал экозавод по производству полимеропесчаной плитки. Дело в том, что Артем прочитал в интернете о такой замечательной возможности сделать плитку из мусора. И он понял, что можно решить сразу две проблемы родного края. Первая проблема – это проблема мусора, а там очень грязно и замусорено, и понятно, что никаких заводов по раздельному сбору мусора в его родном селе нет. И вторая проблема – это проблема бездорожья. И, казалось бы, совершенно фантастическое дело, когда можно сразу две социально важные проблемы решить одновременно. Артем большой молодец. Почему? Потому что он не побоялся взять кредит в банке. Он открыл завод, нанял сотрудников и завод заработал. Но, к сожалению, сейчас у этого завода проблема. И если ничего сейчас не произойдет, то, к сожалению, банк может описать оборудование за неуплату кредита. Почему? Потому что оказалось проблемной продать эту экологическую плитку. И вот почему. Дело в том, что обычная бетонная плитка, она дешевле, чем экологическая плитка. Но при этом важно понимать следующее. Вот эта самая экологическая плитка, она в 3-4 раза лучше бетонной по стойкости. Она прочнее, она долговечнее, она значительно легче. К тому же она не бьется при транспортировке. Потом при производстве используют специальные краски, с которыми ничего не делается совершенно при любой температуре. И на самом деле выход для такого предпринимателя, как Артема, и вообще вот для таких цехов экологических, выход есть. А выход такой. Если бы государство делало бы программы государственной закупки вот для таких вот социально значимых проектов, то это бы, конечно, решило проблему. Вдохновляет, что у нас есть победы. Дмитриев на свободе. И есть люди в России, которые готовы тратить свои силы, свое здоровье, свое время на защиту гражданских прав. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова